Наука и религия. Что может быть общего между этими понятиями? Вопрос-то я задал себе, когда посмотрел одну проповедь, в которой было очень много научных подтверждений, библейских фактов. И проповедь эту можно было бы назвать лекцией. Вот это тот самый факт, из-за которого не хочется так быстро радоваться. Очень многие верующие радуются, потому что наука доказывает библейские факты. Науку фактически сегодня поставили на служение религии. Вроде бы неплохо, когда доказывается, что были те или иные страны, города, те или иные цари. И доказывается, что то или иное мясо нельзя есть, потому что там какие-то проблемы вызываются этим мясом для здоровья. Действительно, верующие ликуют, когда наука доказывает религию. Но в Библии есть такие слова. Бог говорит, когда придет на землю, найдет ли он веру на земле? Эти слова Божьи, найдет ли он веру, Бог? Это означает больше даже не вопрос, а утверждение, что с верой дела будут обстоят не так, как сегодняшние верующие рассчитывают. И кто же причина того, что веру найти будет трудно, что многие будут атеистами? Причина сегодняшние приверженцы религии. Они сами сегодня в основу религии ставят науку. И в результате получается вот какой парадокс. Как знак бесконечности. Или когда кошка гоняется своим хвостом. Это бесконечные гонки. И это зависимость одно от другого. Смотрите, науку поставили на служение религии. Да, доказали существование городов. Раскопали черепки. И Бог действительно говорит, что камни заговорят в последнее время. Это хорошо. Но в последнее время науку сделали основой веры. Вот живет человек. Ни во что не верующий. И ни о чем не задумывающийся. Подходят к нему люди. И начинают ему рассказывать научные факты. А эти научные факты объясняют библейские истины. Человек, основываясь на науке, уверывает в эти факты. Представьте, на чем основывается его вера. На науке. И теперь он смотрит на жизнь с позиции науки. Да, когда человеку рассказывали про древние города, которые были несколько тысяч лет назад в своем пышном расцвете. Но сегодняшнее их бытие – это забвение. И человеку как историю интересно подтвердить наукой. Интересно о ней узнать. Но не все размышляют об истории каждый день. Вы скажите, а что человека волнует каждый день? Человека волнует каждый день. Его чувства. Его страсти. Его мысли. Человек каждый день волнует собственный животик. Что покушать. Что попить. Во что одеться. И когда основа веры – это наука, то человек начинает определенный момент пунтовать. Он говорит, послушайте, ну поверил я, основываясь на научных данных, что были вот эти и эти города. А сегодня вы убедили меня в том, что науке нужно доверять. И я сегодня доверяю науке полностью. Вот есть у меня такие чувства. А это ж не грех. Как вы говорите. А наука говорит – это особенности моего характера. Это генетические особенности. Это какие-то особенности мышления. Вовсе не грех. Так говорит наука. Последнее время не все религиозные представители говорят – так говорит Бог. Или так говорит Божество. Они говорят – так говорит наука, которая подтверждает Бога. Но наука очень во многом с Богом расходится. Особенно мне интересно, когда в последнее время верующие люди записали в число верующих людей, ученых людей, живших в далекие времена, которые на самом деле были атеистами. Эти умные ученые люди оставили очень много после себя записей, каких-то дневников, в которых явно и ясно объясняют свою позицию. Они не верят в Бога. Но сегодня говорят – видите, какой умный человек. Открыл очень много законов. Он был верующий. А как иначе? Только верующему человеку Бог может что-то и открыть. Основываясь на науке, поддерживая науку, человек верующий строит свою веру на науке. Где же баланс? Баланс вот в чем. Наука заканчивается там, где заканчивается производство. Той же Библии. Вот сшили Библию, напечатали листочки, сделали обложку, и наука закончилась. А уже ее смысл, нужно понимать, только верой. Так любую религию. Очень многие религии говорят – только верой надо принять. Сердцем. Но в этом балансе сокрыто очень многое. Придя, Господь найдет ли веру на земле? Это не просто так сказано. Это говорит о том, что верующие люди настолько увлекутся наукой, что многие вещи просто скажут – а это, говорит, наука, это не грех. Зачем каяться, если это не грех? А зачем, если каяться им нужно, зачем нужен Бог? Вот эта цепочка развязывается. Я не против науки. Я просто за то, чтобы верующие люди и не верующие определились, на каком уровне вот эти вот две сферы, два понятия в их жизни совместимы. Наука и религия. Потому что, действительно, когда религия говорит, воровство – это грех, а наука говорит, что курящая мать закладывает основы генетически в ребенка склонность к воровству. Клептомания. Это болезнь. Наука определяет это болезнью. Алкоголизм – это болезнь. Не у каждого человека есть гены, которые определяют склонность к алкоголизму. Или не у каждого человека по другим еще интерпретациям. Есть гены, которые способствуют выработке специальных ферментов, которые спокойно расщепляют алкоголь. То есть, одни могут пить, другие не могут пить. Сразу пьянеют. И глупеют, как говорит Библия. Я за Библию. Но мне страшно, что очень многие верующие говорят, не слова, так говорит Господь, а слова, так говорит наука. Скоро сами верующие поймут, что выбили у новых верующих все основы из-под ног, все основы веры. И эта проблема, она не начиналась вчера или позавчера. Научные революции, как правило, всегда в средние века заканчивались религиозным таким упадком. И где найти этот баланс? Как его найти? Я пока что не представляю для себя. Да, все верующие люди пользуются сегодня средствами связи. Как хорошо. Нажал на кнопочку и можешь разговаривать с космосом, с человеком из другого континента. И тут ты можешь почувствовать себя уже Богом. А зачем тебе Бог? Вопрос такой. Где эта грань, когда наука и религия могут вместе идти, не задавливая один другого? Это вопрос, на который уже сегодня должен каждый человек для себя найти ответ. Потому что, ну, я верю в Бога, я верующий человек, я верю в то, что все, что написано в Библии, это правильно. Но наука сегодня на очень многие вещи, как я уже сказал, алкоголизм, еще какие-то вещи. Сегодня наука объясняет сексуальные различные версии жизни. Многие люди говорят, ну, гены, вот, например, синдром Дауна, это уже не считается даже болезнью. Это особенность человека. Потому что это генетическая особенность. У моих знакомых ребенок Даун. И они его воспитывают, они его любят. Им врачи объяснили, что это хромосомы так сложились, здесь нет вины. Они даже спрашивали, а может быть это от того, что кто-то из родителей употреблял алкоголь? Нет. Это действительно генетическая особенность человека. И вот как здесь быть? Это действительно особенность. И сексуальные какие-то взгляды. Многие говорят, что особенность. А Бог явно говорит, что это. Бог называет это грехом. Различные сексуальные вариации. Бог называет объедение грехом. Объедение. А многие говорят, что есть просто гены, которые вырабатывают склонность к обжорству. А обжорство по Библии это грех. Прелюбодеяние это грех, да. А наука объясняет, что у женщины мозг так устроен, что она любит одного человека. А у мужчины полигамин. Ну, свойство человека такое. Так работает мозг человека, мужчины. Он влюбляется во многих женщин. Бог говорит, блуд это грех, а блудники Царства Божьего не наследуют. Наука говорит, никакой это не грех, это просто особенность строения мозга, устройства мозга. Я убежден, что чем дальше, тем верующие будут становиться атеистами, потому что наука открывает все больше и больше нового. Наверное, это повод задуматься о том, на чем основана моя вера. На том, что говорит наука или на том, как говорит Бог. Бог.